Всем привет! Сейчас на пробежке, нахожусь где-то в районе 110-й улицы и центральной улицы. Здесь сразу, слева от меня сейчас начнется жилищный комплекс для малоимущих Николсон Гарденс. Хотел вам небольшую историю рассказать, которая вчера произошла. Тут уже было, наверное, часов 10 или 11 вечера. И... сейчас подождите. Было было между 10 и 11 часов вечера, и очень шумно было из вертолетов. То есть было слышно больше, чем один вертолет вышел на улицу. У меня как раз сосед поливал газон. Наверное, из всех мест в Лос-Анджелесе это сейчас одно из самых опасных, тем более сейчас выходной вечер. Поэтому я не все могу снимать. Да, в общем, вышел на улицу, посмотреть, что за шум. Понятно было, что что-то происходит, потому что было слышно больше, чем один вертолет. Оказалось, что в небе их целых 4 вертолета. Не над нашим районом, а над следующим. Над тем районом, где я показывал видео, смертность соседней улицы или что-то типа этого. Я соседу говорю, что ты натворил, почему 4 вертолета летают рядом с нами. Он такой... Вертолеты... то есть он даже не... он настолько привык, наверное, здесь жить, что он даже не заметил 4 вертолета в полицейских воздухе. И потом оказалось, что... Я зашел сразу в твиттер, посмотрел, что произошло. Оказалось, что ограбили полицейского под прикрытием. Была, как бы, операция по выявлению проституции, что-то типа этого. И, в общем, был полицейский под прикрытием. То есть полицейский, который не одет как полицейский, по которому не скажешь, что он полицейский. И иногда они делают незаконные вещи даже. То есть это их часть работы. Вот. И получилось, что она была вечером в соседнем районе. Ее ограбили. То есть не знали, что она полицейская. Ее ограбили. У нее в сумке пистолет был. Как бы преступник, который ее ограбил, скрылся. И им пришлось отцеплять район. Сразу прислали 4 вертолета. Потому что получилось, как бы, хоть она под прикрытием, хоть нет. Но это... Даже если будет полицейская собака, если там на них кто-то нападет или там подстрелит, то, как бы, ну, как бы, вся полиция усаженцев встает на уши. Что и вчера произошло. Было очень много полиции везде. И, на удивление, где-то за час смогли и пистолет это найти, и преступника. Вот такая вот история веселая. Слева от нас жилищный комплекс Никерсон Гарден, который я просто сейчас к вам показываю. Место, которое, в принципе, редко можно на ютубе найти. Очень гангстерская. Здесь очень большая банда. Называется Bounty Hunters. Это банда Bloods. Очень мощная. Это, как бы, их район. Мы с вами добежали до 105-го привея. Привея это, как бы, скоростной шоссе. Если я буду бежать еще минут пять-десять, то буду в городе Камптон. Я добежал до 120-й улицы и теперь бегу обратно. У меня плохо работает левый наушник сейчас. Как некоторые из вас знают, если ты бегаешь и любишь с музыкой, когда бегаешь, если у тебя что-то случается с музыкой, то бежать еще не хочется. Вот то, что у меня произошло. Без музыки я... Да, без музыки мне очень сложно заставить себя бежать. Как, например, сейчас. И мы уже на 114-й улице. Роман Дэл слушается в каждом видео, что в южной Лос-Анджелесе в деле там много-много песков проявлен, чтобы оказалось все меньше преступностей. То есть мы в районе УАЗ сейчас. Но по статистике, поступления, которые будут вот... Вот где мы сейчас находимся, то есть мы в УАЗе, но это... Это как бы якобы уже другой район. Поэтому... Его, наверное, на 5-4 разделили, поэтому, чтобы узнать, как бы реальную ситуацию в УАЗе, надо складывать все, как бы, происшествия в 5 разных районах. Хотя все они это УАЗ. Такая вот, не разбериха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok